МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студенты Гомельского технического университета и мясоухого стали переможцами першого республиканского конкурса молодых проектировщиков. У Гомеля пройшел международный фестиваль святла. Сегодня означается День Святого Валентина, якие сюрпрызы чекают гомельчан глядеться далее в выпуску. И больше подробно об этом и не только. Сегодня у Гомеля пройдет выездное посадение постоянной комиссии Совета Республики Национального. Национального сходу Республики Беларусь по региональной политике и мясцовым самокерованне. Депутаты разглядят практику реализации законов об радиоацийной безпеце и правовым режиме потерпелых территорий. У программе работы постоянной комиссии наведывание установ, якие займаются пытанием ликвидации наступства у Чарнобыльской аварии, Института леса и радиологии, а так само Республиканского навуково-практичного центра радиоацийной медицины и экологии человека. Як чекается, подчас посаджения будет дадена оценка мерам, которые предпринимаются на Гомельщине по социально-экономическому развитию потерпелых регионов. Разом с депутатами Национального схода у делу работы комиссии приймут так само керавники департамента по ликвидации наступства у катастрофы на ЧАЭС, а так само представники широкого министерства. До 20 лютого працаздольные грамадяне, якие у 2015 годзе не працавали, повинны выплатить сбор у 20 базовых величинь. Каля 200 человек у совязи с тяжкой життевой ситуацией от выплаты сбору у регионе вызволены. Такие дадены на 1 лютого поведомили у областной податковой инспекции. Однако реальная колькасть тех, хто отрыма установчий отказ на свой зворот, будет большей. Рабочая группы по разгляде заяв грамадян, створенные во усіх районах в області, зараз активно працують. До того ж, яшчэ не усе грошенні комиссии офіцинно затверджены органами мясцовой улады. Сроднойбольч распаусюдженных причин, по яких грамадянин полностью або частково вызволяется ад выплаты сбору, сурьозная захворвання в учоба, служба во збройных силах, протяглая пошуки працы. Гэта павінна быць пацверджана адповедными документами. На гэтым тыдні у Гомирской стартап-школе пройдзе другое посядженне. По яго выніках будзят сформирована группа для интенсивных заняткав. Вучыць пачынаючых бізнесменов будуть як выкладчики в НУ, так и вопытные предпринимальники. Перспективами малого бізнесу на Гомельщине поцікавился Олег Синцеров. Мы это не кераванное рактовать предпринимальников у Гомеля почали амаль 10 годов тому, коли на базе Белорусского экономичного университета по першню пройшов международный чемпионат молодь и предпринимательства. За минулый час ягодейниками стали причем шмат хто з их потом открыл уласный бізнес. Павел Беловус з их ликом, тё не он працую у сферы интернет-маркетингу, допомагая іншим реализовывать товары и послуги за выкористанием сучасных информационных технологий. Каб утриматься на гэтам ринку, приходится наведывать специальные курсы у Москве. Стартап школа у Гомеля ясчэдна реальна макчымась повысить прессийный узровень. Если хочешь чего-то взять, надо быть активным, вникать, и тогда можно чему-то научиться. А есть просто тип людей, которые приходят и ждут, что им что-то дадут. Нет, нужно самому брать и тоже что-то давать. Обмен должен быть всегда. И с этого, конечно, можно получить результат. Распроцовать уласную бизнес-идею, сформировать команду однодумцев, установить корыстные контакты, занятки со слухачами, стартап-школы, проводить предпринимательники со стажем, якие рассказывают не теоретичные истины, а учить на прикладе уласных помылок и поспехов. У кого-то есть деньги на старт, у кого-то нет денег на старт. У кого-то есть желание, но нет идеи, кто-то ищет идеи. У кого-то есть идеи, есть деньги, но не знают пути реализации. В принципе, лекция про, ну, вкратце, естественно, про то, как вообще весь этот путь пройти от идеи до реализации. Стартап-школа – некоммерциальный проект. На первом посадении со 110 человек приехал на четверть уже в мае власный бизнес, а стать не только марс, стать предпринимательниками. Студентка белорусского Ганглево-экономичного университета с поживецкой кооперацией Юлия Марусова еще только на другом курсе, але свою будущую не упланую уже зараз. Сучасные студенты у Вогулі довольно значительно одрозниваются от тех, кто учился у ВНО еще 10 годов тому. Я не ведаю, до чего мкнуться. Я как бы пошла туда для того, чтобы развиваться, чтобы узнавать какие-то новые идеи для себя, для того, чтобы выслушать предпринимателя, которые имеют какой-то опыт уже в развитии своем. Для меня было очень интересно и познавательно. На этом тыдне у Гомельской стартап-школе для сучасных и будущих предпринимательников пройдет другое посаджение. Постяча госжадающих сформируют группу для больше грунтовного обучения темы. У початку сакавека у Гомельской стартап-школе начнется первый интенсивный курс занятков. Его слухачами станут скаля 20 человек на притягу 9 с половиной тыдню. Я не доведаюся об усих особливостях протрумальницкой деятельности. Адик Сентяров, Валерий Капанько, телерадо-компания Гомель. До инших тем. По факте гибели неполнолетних, а у Речицким районе узбуджена криминальная справа. Хлопец загинул, катающийся на причепленной до машины камеры. Трагедия отбылася напереда дни на дорозе помеж вёской Азерщиной и выездом на Светлогорскую трасу. Жихар Речицы 1997 года народжения за рулем Форд Фокусу по просьбе двоих неполнолетних катав их на камеры от кола грузового ауто. Камера была привязанная до машины буксировочным тросам. По передней информации, на закругленні дороги камеру занесла у кювет, дзе хлопца ударила об древа. У выйнику один з їх 1999 года народжения от отриманных травмов помер на месце. Другий, 2000 года народжения у тяжким стане был доставлены у реанимацию. На настоящее время в рамках уголовного тела будет проведено разбирательство и дана правовая оценка действия водителя. Подобное ДТП уже второе за эту зиму на территории Гомельской области происходит и тоже со смертельным исходом. В Чечерском районе декабре месяце также катал один из водителей своего друга на гизнастическом мате. И тоже он выскочил за пределы дороги и ударился о забор. Глядите, сёня у эфиры Беларусь 4 другий выпуск з нового циклу программ о теме. З якими пытаннями гамельчане части за усе звертаються до адвакатау, что хвалюе жихаров в области и кудысті со своей проблемой. Средо наибольше актуальных тем зварота у врашенні семейных споров и заключение шлюбного договора. Про гэта и іншая сёня подзе размова з экспертам программы старшынёй Гомельской областной коллеги адвакатау Сергеем Ефимовичем. Глядите программу у теме сёня у 15.45 и 20.45 на телеканале Беларусь 4. Студенты Гомельского технічного университета и мясо сухого стали переможцами першого республиканского конкурсу молодых проектировщиков. Организатором выступил на вуково-доследчий институт Белгі пропаліва газ. Дареш, усе призовые места завоевали гомельчане. Наш корреспондент Дмитрий Котау сустрелся с пераможцем конкурсу і ознайомився з яго проектам. Алексей Воронкоу для падрыхтолки заденішав увесь вольный адвучобы час. На протягу больше як двух месяцев працавав над проектом по забеспяченні жилога дома газовым абсталяванням. У ролі консультантау выступили выкладчики университета. Задання для усіх удзельнікау з поборництва було одіним. Як означав Алексей, на перамогу не розлишвал, тому, що узровень конкурсантів був вельми високий. Меж тим, территичних віда ухопило не тільки, щоб створити ліпший проект на конкурсі, а проект, який макшима використовувати у реальним житті. Суть була в тому, що у всіх був разний набор оборудування в ГРП. І, по сути, я думаю, що відчасти у меня первое місце, потому, що я выбрал максимально современне оборудування, яке нашел вообще. Еще, наверное, потому, що потратив на це реально дуже багато времени. По сутності, за такими проектами будучення при будовністі нових мікрорайонів. У першу чергу запитання у ефективності використання ресурсів. До речі, на республіканськім конкурсі, окрімі Аляксія Воронкова, добру узровень ведов продемонстрували я ще двоє студентів університета. Цей факт, конечно, був дуже приємний, тому що наші хлопці проявили творчу активність і показали высокий уровень знань при рішенні технічніх задач конкретних, прикладних. Ребята вигляли такий замечательний республіканський конкурс молодих проєктурувщиків, і, соответственно, ми гордімося цим. Головний пріз конкурсу – працівне погоднення з науково-дослідчим інститутом Білгії пропаліва газ. Тому візнашацься пераможцю Алексею Воронкову з будучим місцем праці не потрібно. Зараз йон завершає навчання в університеті, а ўжо празні калькі місяців пішне уносить свій уклад у розвитті білорусській науці, який спадзається, пакуляші студент у будучіні стане вясомым. Дмитрий Котал, Ігор Марышченко, телерадиокампанія «Гоміль». У Гомілі прайшоў другий міжнародний фестиваль «Святла». Його удзельніками стали солісты і творча коліктывы з країн близкага і далёкага замежжа. За яскравым шоў назіралі наші коррэспандэнты. Уразять і крыху шакіраваць. Організаторы шоў «Святла» сваіх мэт ніколі не утойвалі. Темболь, што сьоліта фестивалю Гомілі прайшоў ў другі раз. Пэлн вопыт ўжо ёсць. Напіра до Днігала-концерту прайвілі адборошны тур. Некаму парекамендавалі прайвілі странамі Беларусь, Расія, Украіна. І вэтам гаду ў нас пірві гості з Латві. У нас очень інтересно вернуліся репята шоў «Пульс». Сьогодні выступе, тэх не було нескакалі лет в стране. Фестываль святла – мероприімства, якое немае аналогаў у Беларусі. Прэшам гэта не просто нумары з використанням спеціальнга реквізиту і костюму. Пасуднасті гэта експерименты со святлом на межі эстраднага і циркавога мастарства. Паўіліся нові такі технологічкі возможніці – піксельні ленты, святодіодні ленты, тэс, различного рода контроллеры, які пазваляють разні режимы іспользувати і так далі. І я, как бы, ну, лангірую ситуацію по СНГ, по странам дальнього зарубежья, тэс, які тенденці наиболі актуальны. Тайны шаровніства і магія святла. Светлавае ілюзія – темра, якае заполнена чаровным святлом. Дія на сцене саправды казалася нішим нереальним і захопляючим. Светловой шоу народілося от шоу «Огню». Але, як признаються сами артисты, выступать со светлодіодным реквізитом більш складана. Световой реквізит, он более требователен к техніке, потому що огонь, он розмазыває, он скрашиває, ты где-то что-то неровно провёл, огонёк всё это так смазал, а реквізит, который световой, он очень требователен к рисунку і гараздо більше труда уходят на отработку именно чистоты рисунка. Дарайши тільки сценичными выступлениями другий гомельский международний фестиваль святла не обмежаваўся. У його рамках прайшлі яшы мастер-класы по актёрскім мастерстві. Мяжы удосконалювання у гэтым віде мастерства не буває. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Ігор Марышенко, телерадокампанія «Гомель». У Гомелі прайшёл перший регіональний турнір по робототехніці. Причым, ён не обмежаваўся выставай досягнення ў юных винаходнікаў, а бува значаны высокой конкуренціяў. Як проходзіла боротьба, раскажа Катярына Сапельнікова. Для ўделу ў суму роботов самостойно сконструаванная машина представіли каля пятидесяти конкурсантов. Перамога на рахунку робота, які з долі ўнайбольш ефіктывна выштурхнуць робота-суперніка замежы чорной ліній рынга. Дзенючать ўзнешнім асяродзе разумным машинам допамагаюць розны датчики, либо поднимали какой-то объект и остановились в определённый момент при помощі реакции на сенсор. Это уже называется роботехніка. Робота-техніка меркує инженерные навыки зборки и программавання. Починаються всё са звичайного конструктора, який у многих ёсь дома. Деўгода даються руховік и сенсорный датчик и отримлювается саправдная разумная машина. Вначале я выполнял программу на компьютере, потом мы её записали на робота, и этот робот её выполнял, как по программе записано. Он может ёздить, сталкивается, но вообще он должен столкнуть своё противника. Перамогу святковали гамельчаням. У старейшой взрослой категории больше за всех роботов-противников выштурхнула машина Андрея Малаева с 51-й гимназии. У молодшей группе пераможцем стал Ихар Шмхалёв, наученец гимназии номер 56. Усе удельники были узнагороджены сувенирами, а финалисты – каштонными призами. Катерина Сапельникова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня по всему свете означают «День святого Валентина». Закаханы рыхтуют один-адному сюрпрызы. Кветковые павильоны не справляются с оригинальными заказами. А у «Гомеля» виншывать горожан со святом будут анёлы. На улице города своих моделей анёлов отправил Центр моды «Хрустальная нимфа». Мэта – знаете самую романтичную и цикавую историю каханне. На протягу усягу маршруту дзявчаты виншуют закаханных, задают им пытанья и уручают подарунки. Галовным з'ях станет макчымость провести святочный вечер у ресторане альбо спа-салоне. Поделиться своим секретом каханне цей романтичной гисторией можно за 11 до 13 годин на одной из центральных пляцовок «Гомеля». Приемные подарунки, усмешки, а, мабуть, и галовный приз зробят день закаханных яще больш чаровным. И это была пошная информация нашего выпуску. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам добрых новинов. До новых встреч у эфира. Редактор субтитров А.Семкин